Доброго времени суток подписчикам, гостям моего канала Факил, Гекаты, Лолита. Сегодня буду проводить анализ значения перевернутых карт колод Таро на примере намерных карт Таро Вдохновения Береника. Делаю я это по просьбе кое-кого из моих подписчиков, потому что перевернутое значение карт Таро я уже говорила, не признаю, поскольку, не один раз говорила, изначально это не предусмотрено. Когда создавались таблички жрецов храма бога Тота, египетского бога ученых, колдовства, перевернутое значение этих табличек не было предусмотрено. Но, тем не менее, все равно в настоящее время приходится обращаться к этому, поскольку карты перемешиваются, и в процессе перемешки, естественно, они переворачиваются. Правильно мешать картой вообще положить на стол, вот так вот перемешивать, естественно, получается перевернутое изображение. Ну да ладно, я это делаю просто по просьбе подписчиков. Так вот, по поводу колоды Таро Вдохновения у меня есть два ролика, 129 и 130 моего канала, где я сделала подробный анализ фигурных карт Королевского двора по той причине, что автор придал им особенное значение, расширив их количество и, следовательно, содержание. Повторяться я бы не хотела, можете посмотреть эти ролики, если вам интересно. Так, давайте не будем тратить время и перейдем к анализу. Единственное, что я хочу сказать, что, где я признаю перевернутое положение карт, это в колодах Лиана Шарол и Полинорман, так как они прорисованы и сделаны это очень творчески и правильно, в общем-то. И вон там я эти колоды беру. Ну ладно, хорошо, все, переходим к анализу. Мастер Жазлов перед вами. Разложила я их по классике. Сначала идут Жезлы, потом идут Чаши, потом Пентакли и Мечи. По классике так. Но я рассматриваю иначе вообще. Я рассматриваю, знаете как, Пентакли, Чаши, Жезлы, Мечи. Но будем делать по классике. Масть Жезлов. Масть Жезлов – это стихия огня, качество, воля, энергия. Вот перед нами в основном в прямом положении туз Жезлов. Все-таки надо сказать сначала о прямом положении. Это инициатива, это шанс проявить себя. Но имеется и теневое значение этой карты. Теневое значение карты, перевернутое значение карты, и при неблагоприятном раскладе может сработать как искра, из которой сгорится испепеляющее пламя. В общем, в перевертом положении – это скорее провал, крушение планов и бессилия. Ясно, да? Ну, наверное, вот так буду складывать. Дальше. Двойка Жезлов. Вообще, проекции как там дела обстоят. Нормально. Итак, двойка Жезлов. Так, что означает у нас двойка Жезлов в основном положении? Мы же знаем, что это внутреннее метание, колебания, возможно, противоречия и ситуация выбора. Теневое значение и перевернутое – это потери интереса, пассивность. Понимаете? Но в перевернутом значении может быть и так, что разногласия могут быть улажены, и разнородные силы объединены. И что я хочу еще сказать? Дело в том, что не всегда перевернутое положение карты может означать противоположное основному. Вовсе нет. И вы убедитесь сейчас, когда мы до конца рассмотрим все эти номерные карты, что не всегда это соответствует истине. Тройка Жезлов. Тройка Жезлов мы знаем, что означает решительность, реализация намеченного. Часто говорят, что это карта коммерции, что из человека ждет какой-то прибыли и так далее. Теневое значение, то есть при неблагоприятном окружении, оно может означать отказ отпустить ситуацию, выпустить ситуацию из того контроля. В перевернутом – это отсутствие перспектив вообще, недальновидность, предательство, то есть неосуществление надежды. Дальше четверка Жезлов. Так, четверка Жезлов у нас означает вообще процветание, мы знаем, радость, отпуск, праздник, процветание и так далее. В окружении неблагоприятных карт – опустошенность, нежелание двигаться далее, потом праздник на показ, понимаете, тусовка как образ жизни, перевернутое положение. Праздник состоится вообще без вас. То есть вы чужие на этом празднике жизни. Дальше у нас идет пятерка Жезлов. Пятерка Жезлов, вообще все пятерки, они всегда носят отрицательное значение в данной ситуации. Это очень жесткая конкуренция. И в теневом значении вообще может означать поражение. В перевернутом – нечестная конкуренция, бои без правил. Вот так вот, стычки. Шестерка Жезлов. Так, радостная и триумфальная процессия. Но это триумф, мы знаем, шестерка Жезлов. В окружении неблагоприятных карт победа в состязании превращается уже в незаслуженный успех. Вот так вот, гордыня – звездная болезнь. А перевернутая – вообще отказ от славы, поражение, падение с высот. Вот так. Дальше семерка Жезлов. Так, по классике – это необходимость защиты, защищать свои позиции, свою территорию. Это отчаянный шаг, да? При наличии неблагоприятных карт в окружении – это вмешательство в личные дела, семейные раздоры, физическое поражение. А перевернутая может означать трусость, неверная оценка ситуации и прочее, прочее. Да, вот эти карты пока не меняют свое значение на противоположное. Есть такое. Дальше у нас идет восьмерка. Восьмерка Жезлов. Мы знаем, что это единственная карта колодок, которая говорит о скорости. Это скорость, динамика, быстрое подвижение к цели. Дальше. Прошу прощения, что я закашляла. Так вот, теневое значение в окружении неблагоприятных карт – дела наспех, кое-как. А вот в перевернутом вообще задержки. Не время, не совпадение во времени. Девятка Жезлов. Мы знаем основное положение. Это продуманная система защиты. Так, это испытание, это сопротивление, проявление силы. Теневое значение. Но теневое – это значит, если окружает меня благоприятные карты, больше не буду повторять. Теневое значение – эгоизм. Опасность кого-то подвергнуть каким-то неприятностям, прочее, прочее. Перевернутая вообще. Беспечность, недальновидность, плохая защита, авантюра не удалась и прочее. Десятка Жезлов. Это мужчина, который медленно бредет в гору. То есть мы знаем, что это тяжелые ноши. Это тяжелые ноши, загруженность. Не знаю, у человека нагрузили всевозможные проблемы. В теневом значении – подавальность до такой степени, что ноши не под силом. А вот в перевернутом – это сбрасывание из себя тяжелой ноши. Побег от этого, от обязанности, от тяжести и прочее. Меняет пока значение. Дальше будем смотреть, где же, какие карты не будут менять, а будут усугублять свое значение, возможно, или облегчать. Мость кубков. Кубки – это стихия воды, качество, эмоции и чувства. Так, туз – ключевое слово. Это дар судьбы, радость, гармония, праздник, обновление чувства, полнота эмоций. Все прекрасно. Теневое значение – излишняя экзальтация, опьянение, алкогольная зависимость, извините. А в перевернутом – отвергнутый дар. Разочарование, пустошенность, бесплодие может означать. Так вот. Двойка. Двойка кубков у нас влюбленность означает. Это влюбленные, общее дело, согласованность действий. Теневое значение – чрезмерное увлечение чувствами. Приворот – имитация чувств. Перевернутое – выяснение отношений, отсутствие согласия, препятствие на путелюбии, неверность, ревность, конфликт, расставание. Пока так. Пока карта меняет значение на предположение. Тройка. Так. Ключевые значения – это радость, это любимое занятие, это дружба, проведение, так сказать, времени в окружении нужных, хороших людей, друзей. Теневое значение – баханалия, излишество, радость за счет чужого несчастья. А перевернутое – обманутая надежда, любовный треугольник, эмоциональные потери, препятствия. Так. Четверка кубков. Ключевые слова. Здесь апатия. Пресыщение. Мы знаем по ойту. Застои. Затворничество. Теневое значение – потеря смысла жизни. Депрессия. Упущенные шансы. Перевернутое положение. Это, наоборот, новые возможности, перспективы. Вот так вот. Второе дыхание. Так. Дальше смотрим. Пятерка. Пятерка кубков. Ну, естественно, раз это пятерка, это кризис. В данном случае это эмоциональный кризис. Глубокое разочарование. Чувство вины. Теневое значение – вообще большое горе, вообще траур. А перевернутое – это новый взгляд, возвращение к нормальной жизни. Значит, получается, что если в основном положение – это кризис, в окружении плохих карт, так скажем так, вообще усугубляется значение – большое горе, траур. А в перевернутом – это новый взгляд. Это выздоровление, примирение. Все так. Дальше смотрим шестерка. Так, мы знаем, что это ностальгия. Шестерка в основном положении. Искренность, прямодушие, в то же время эмоциональный подъем, щедрость и так далее. Теневое значение – это тяжелые воспоминания. Это старые психологические травмы. Это проблемы отцов и детей. Консерватизм. А вот в перевернутом – это направленность в будущее. Наоборот. Значит, это ностальгия. По-прошлому, да? Печалится по-прошлому. Переходит наоборот. Направленность в будущее. Новые возможности, новые планы. Надежда на будущее. Семерка. Кубков. Так. Ключевое значение. Мы знаем, это иллюзия. Это карта иллюзий. Теневое значение. Теневое значение. Дебошь. Оргия. Извращение. А вот в перевернутом – помощь с неожиданной стороны. Реальные планы. Разумный подход к делу. Значит, получается, что в окружении неблагоприятных карт усугубляется значение. Такое-то сказать. Ну, иллюзия – это же отрицательное явление, да? Усугубляется. А в перевернутом – меняется на противоположное. Восьмерка кубков у нас. Так. Мы знаем, что восьмерка кубков означает отказ, самоотречение, расставание, изгнание, покорность в судьбе, добровольный уход, изменение места жительства. Теневое. Моральные потери, уныние, усиливается кризис, депрессия, опустошенность, побег от трудностей, перевернутые. Т. Человек на… или, в общем, цепляется за прошлое, хочет удержать, что должно уйти. Вот так вот. И начинает ценить то, что имеет. Так. То есть, чем в никуда податься, лучше подумать о том, что ты можешь извлечь, какую выгоду из того, что тебя окружает. Девятка кубков. Это карта счастливчика. О, счастливчик. Это праздник, заслуженный отдых. Это все хорошо. Это карта любви, счастья, благополучия. В окружении противоположных, так сказать, отрицательных карт – это излишество, запой. Видите как? А в перевернутом – аскетизм, вынужденное ограничение. То есть, в прямом положении – это абсолютно положительная карта. Если ее будут окружать отрицательные карты, оттуда вытягивается излишество. А в перевернутом – это противоположное значение – аскетизм, добровольные ограничения и так далее. Нехватка необходимая. Так. Десятка кубков. Вообще, это карта замечательная. Это карта свадьбы. Это свадебная карта. Это достатка в доме. Это полная семья. И дом – полные чаши. Но если будут окружать карты отрицательные, здесь говорится о том, что вы смотрите на жизнь сквозь розовые очки. То есть, отрезвляют. Вот эти отрицательные карты будут ее отрезвлять. А в перевернутом положении – это, извините, утрата счастья, гармонии в жизни и так далее. Вот такие дела. Дальше у нас вот Пентакли. Мать Пентакли у нас – стихия земли. Это материя, деньги, благосостояние, достаток. Туз. Понятно, что это новый шанс. Но тузы всегда – это шанс новый, так сказать. Это начало цикла процветания, награды, возможности и так далее. Так. Теневое значение – это будет говорить, что все, что есть, впрок не пойдет. Отрезвление происходит. Отрезвление. А в перевернутом положении вообще возможны потери, большие расходы. То есть, вам предстоят большие расходы, потери и прочее. Понятно, да? Дальше двойка Пентаклей. Двойка Пентаклей означает, вообще-то, нерешительность, колебания. Вот человек жонглирует, но мы знаем это все по классике. Это нерешительность, промедление и так далее. А вот в теневом значении это будет, я так думаю. Потому что все-таки в прямом положении это поиск равновесия. А я, например, всегда говорю, что в основном положении это поиск партнера делового. Вот так. Ясно, да? Значит, в прямом положении. Поиск делового партнера, поиск равновесия, возможностей. Теневое значение извлекается оттуда отрицательные моменты. Это нерешительность, колебания. А перевернутая – это вообще крушение планов. Выстрелили себе какие-то планы, а они рушатся. Нестабильность и препятствия. Так, тройка пентаклей. Тройка пентаклей у нас означает обучение, мы знаем. Вообще тройка пентаклей – это карта мастера. Ну, здесь обучение. Ну, карта мастера тоже можно об этом сказать. Теневое значение – это будет неопытность, дилетантство, а в перевернутом вообще бесталанность, лень и неквалифицированный труд. Надеюсь, я понятно говорю все, да? Дальше у нас идет четверка пентаклей. Так, бережливость мы знаем. Расчетливость, бережливость. Теневое значение будет уже жадность, а в перевернутом – расточительность. Материальные потери, утрата контроля. Пятерка пентаклей – это все плохо, потому что это лишение, это материальные проблемы, это кризис. В окружении плохих, скажем так, карт тоже потери, разорение усугубляется, безработица, вообще депрессия и скатывание на дно. Вот так. А в перевернутом положении проблемы преодолеваются. Тяжелый период подходит к концу. Вот так. Шестерка пентаклей. Шестерка пентаклей – это у нас ключевое значение – это помощь, это подарки, благотворительность. Теневое окружение – медвежья услуга, денежные займы, отмывание денег. А в перевернутом – даров не будет. Штраф, долги, жадность, отказ от помощи. Хороших ничего нет. Вот посмотрите, обратите внимание, что вот здесь появляется уже тот момент, что в перевернутом положении в перевернутом положении усугубляется теневое значение карт. Семерка пентаклей. Мы знаем, что это терпение, ожидание роста, ожидание урожая. Теневое значение – неопределенность. То есть перевернутая, неудачная попытка, провал, неудачные вложения, упущенные возможности. Да, пока что так. Дальше. Восьмерка пентаклей. Ну, восьмерка пентаклей у нас мастерство, означает опыт, работа, творчество. Ну, в некоторых случаях говорят, что восьмерка – карта ученика, а тройка – карта мастера. Я всегда говорю наоборот. Вот я говорю, тройка, естественно, там же по возрастающей идёт, правильно? Поэтому тройка – скорее карта обучения, а восьмерка – уже карта мастера. А вот здесь вот понятно, что мастерство говорит о мастерстве, о любимом деле, о таланте. Ну, в любом случае, вот так вот рассматривается. Теневое окружение – это напрасный труд, пыль в глаза, завышенная самооценка. А в перевёрнутом – дилетантство, опять же, меркантильность, потери работы. Далее. Девятка пентаклей. Девятка пентаклей – очень хорошая карта. Говорит о самодостаточности, процветании. Я считаю, что это очень хорошая денежная карта счастливчика. Если девятка чаш – это счастливчик любви, то это карта удачи, фортуна, понимаете, за человеком. Если окружают теневые карты, так буду говорить уже, это эгоизм, нахлебники, а вот в перевёрнутом – потери, рухнувшие планы, проблемы с собственностью. Далее. Десятка. Десятка пентаклей – вообще самая хорошая карта всей колоды. Десятка пентаклей – это успех на высшем уровне, прибыль, счастье, прямо финансовое счастье. Самая хорошая карта колоды Таро в материальном плане. Если её окружают отрицательные карты, можно сказать, что это брак по расчёту, вмешательство родственников, нарушение каких-то планов. Но всё равно она не может полностью утерять все свои значения, даже ценимым окружением. А в перевёрнутом – это разногласия, развод, финансовые потери, вот так скажем. Ну и, наконец, масть мечей. Масть мечей. Хочу успеть в одном ролике это сделать. Так, масть мечей. Мечи у нас – стихия воздуха. Качество, сила, интеллект. Я бы сказала так. Сила в интеллекте. Вот так тоже можно сказать. Туз – это блестящий интеллект, это начало активности, хладнокровная решимость, ясность, мобилизация сил. Очень сильная карта. Я очень люблю эту карту. Теневое значение – пресекать чужие действия, жёсткость, безапелляционность, усиливается насилие. А в перевёрнутом – слабость, провал, сложить оружие. Вот так, саморазрушение. Двойка мечей. Двойка мечей – одна из самых сложных карт по восприятию в системе Таро. Считается, что это самозащита в ожидании попытка самоконтроля на затруднительное положение. Но посмотрите, человек, глаза завязаны. Здесь она не знает, что это такое. Так? Если окружают теневые карты, это вообще политика Страуса. Понятно, да? Страус засунул голову под крыло, и ничего не видит. Вообще усугубляется отрицательный момент. А в перевёрнутом принято неверное решение. Решение принято, но оно неверно. Видите как? Вот с масти мечей, или я думаю, что вообще только в масти мечей некоторые карты будут в перевёрнутом положении усугублять значение прямого. И вот это одна из карт. Но неверное решение, принято обман. То он с завязанными глазами, человек не знает, что делать, и всё равно он движется в неправильном направлении, раз глаза завязаны. Пелена на глазах, знависку повесили на человека. Понимаете? И перевёрнутые вообще, соответственно, неверное решение принято. Хочется сказать, сними повязку, чтобы посмотреть. Тройка мечей. Но мы знаем, что это ссоры, тревоги, это разбитое сердце, пронзённое мечами. В окружении теневых карт горе, больное сердце, в перевёрнутом болезненной ситуации уже в прошлом. Вот так. Так эту карту я отложу, пока двойку, чтобы сделать, потом вывод нам, да? Так. Ситуация в прошлом, и боль уже не чувствуется. Боль проходит. Четвёрка мечей. В прямом положении мы знаем, что это покой, размышления. Это может быть, я не знаю, отпуск, что хотите, успокоение. В окружении отрицательных карт застой болезни. Вот. А в перевёрнутом окончание изоляции. Окончание изоляции и восстановление периода. Здоровье ли, каких-то дел. Скорее, здоровье в данной ситуации, да. Так. Пятёрка мечей. Вообще, очень плохая карта. Мы плохая. Бацхак, вы ещё знаем, что это безобразие. Первопобеда и прочее, прочее, как он говорил. Поражение. Удар ниже пояса, нож в спину. Первопобеда. Трагическая ситуация. В окружении отрицательных усугубляется шантаж, позор, садизм, насилие, убийство, утрата, разрушение в перевёрнутом. Не меняет своих значений. Раскаяние в поступках, угрызение совести, победа дорогой ценой. Первая победа. Так, откладываю эту карту для анализа. Так, шестёрка мечей. Мы знаем, что это отъезд, уход, но спокойный, другим берегам. В окружении теневом. Это бегство от проблем, перевёрнутом, нежелание трогаться с места, неразрешимая проблема, но нежелание, отмена путешествия, неприятности, связанные с водой, тоже можно рассматривать в перевёрнутом положении. Так, семёрка мечей. Семёрка мечей у нас это продолжение пятёрки мечей. Мы знаем по Бансуфу. Это хитрость, предательство, вероломство, коварство, я не знаю, жестокость, кража и прочее. В теневом окружении непредвиденное обстоятельство, припона, припоны на пути к цели, тоже, да, окружает, как бы, эти отрицательные моменты. А в перевёрнутом недостаток энергии для достижения задуманного, срыв планов, опасность, разоблачение. То есть, она тоже практически не меняет своего положения, а только усугубляет. Теневые усугубляют, перевёрнутые вообще ещё больше улучшают. Ясно? Так, восьмёрка мечей у нас. Мы знаем, что это ограничение действия, затруднительное положение, преграды и плачья, беспомощность, это может быть заточение, так, одиночество. В теневом окружении заключение, саморазрушение, жертвоприношение. В перевёрнутом человек освобождается. Свобода действий и заканчиваются вот эти ограничения. Девятка. Мечей. Это кошмары, мы знаем. Это ночные кошмары, страх болезни, страх вины, когда обстоятельства давят на человека очень. В окружении отрицательных карт суицидальные мысли, психические расстройства, вредоносная магия. Белая горячка, вообще угрозы. В теневом значении ещё может означать и смерть. А вот в перевёрнутом страхи и переживания были не слишком обоснованы. Есть надежда, что обойдётся. Так рассматривается. Так. И, наконец, десятка мечей. Это трагедия. В прямом положении это трагедия. Провал, конец всему, страдания, смерть, теневом значении. Будет ещё и мученичество, спекуляция на чувства других. Это очень плохая, самая плохая карта колоды Таро. Из номерных карт, повторяю, а в перевёрнутом, а в перевёрнутом она может говорить, что счастье уже, так сказать, ой, простите, страшное, позади, и, может быть, угроза уничтожения минует. Что у нас получилось? У нас получилось, что из всей колоды Таро только три карты. Это двойка мечей, это пятёрка мечей и семёрка мечей. Они, будучи сами отрицательными, в теневом окружении усугубляют своё значение, а в перевёрнутом тоже значение не уходит. Но я бы сказала так, что в теневом усугубляется, а в перевёрнутом, ну, может быть, чуть-чуть облегчается, но, тем не менее, основное значение карты не уходит, отрицательное значение не уходит. Ну, и хотела ещё пару слов я сказать о двух картах. Это обезьянка и табула раса. Обезьянка означает счастливый случай, но в перевёрнутом значит несчастливый случай, да. А это вообще карта неизвестности, неизвестна. Хоть так поверни, хоть так поверни, это будет неизвестность. Но в этой колоде есть две дополнительные карты ещё в других вариантах, в других колодах могут быть другие, не обезьянка, какая-то другая. Но в любом случае значение вот такое. Всё, спасибо за внимание. Это по номерным картам. Вы просили меня поговорить о перевёрнутых картах. Вот я и говорю о них. Так, не знаю, по старшим арканам буду делать, посмотрю. Может быть, старшие арканы ещё сделаю. И дворцовые карты перевёрнутые значения. Посмотрю, как будет со временем. Постараюсь для вас это сделать. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...